МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты проводят дезинфекционные операции в Алеппо. Документальный фильм «Один из миллиона». Нереванский музей русского искусства представляет онлайн-программы. Землетрясение силой 4,4 балла в иранской провинции Хоя ощущалось во многих провинциях Ивана, Западной Армении. На шоссе Ванбахчи-Сарай, на месте, где 47 дней назад сошла лавина, жертвами в которой стали 42 человека, началась восстановительная работа. В районе Сарая на границе Ивана с Ираном перевернулся микроавтобус. Микроавтобус привозил 20 мигрантов. Жертв нет. Пока весь мир борется с коронавирусом, первый случай, который появился в Сирии, ось США, НАТО явно следит за развитием вируса в Сирии и ждет момента для нападения непосредственно для российской военной базы в Сирии. Тем более, что ситуация для Анкары в Грибе с каждым днем ухудшается. Террористы, которых так долго баловал султан, в последние дни умножили атаки на турецкую армию сначала из-за мизерной зарплаты, а затем потому, что они устали от использования в качестве пушечного мяса для турецких войск. Некоторые аналитики видят в этом бомбу замедленного действия против Анкары, которая недовольна перемирием подписанным с Путиным и продолжает наращивать количество своих наблюдательных пунктов в Джессер-Эш-Шугуре, потому что именно здесь начнется новая битва за Идлиб. Более того, именно об этой битве говорил с президентом Асадом в понедельник дамасский министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Именно на фоне этих неопряженных отношений внутри североатлантического лагеря первый крупный баллистический удар очевидно из Средиземного моря произошел против авиабазы Хмеймими и города Джебла, где размещены сотни самолетов и имеются ракетные комплексы С-400, которые пытаются нейтрализировать американская и израильская ось в течение трех лет. Полная статья доступна на нашем сайте. Число зараженных коронавирусом достигло в Армении 290, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний в четверг. Таким образом, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 25 человек. В 10 часов утра 25 марта их было 265. У 36 больных диагностированы воспаления легких. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. Они подключены к аппарату искусственного дыхания и имеют сопровождающие хронические заболевания. Группа армянских специалистов, выполняющих гуманитарную миссию в Олепо, провела дезинфекцию. Об этом сообщил ГНКО, Центр гуманитарного разминирования и экспертизы. Отмечается, что во избежание распространения эпидемии производятся дезинфекционные действия в окружающей среде, в технике. Группа из опытных врачей соблюдает все правила безопасности и применяет все защитные меры. Армянские специалисты продолжают работать в обычном режиме. Около 40 лет спустя армянин по национальности Закирия Сабуджи вернулся в свою родину на провинцию Мордин в Дерик и начал производить мыло, ремеслом которым занимались его предки. С приходом Закирии воспоминания об армянах вновь пробудились у жителей Дерика. Документальный фильм посредством истории «Возвращение» пытается показать взгляд местных жителей на армян. Из-за эпидемической ситуации в мире музеи русского искусства Еревана, как и другие культурные центры мира, перешли в онлайн-режим. Музей разработал ряд программ, которые могут понравиться как взрослым, так и молодым. Как сообщает Армен Пресс, социальные страницы музея предлагают публикации с разными тематиками. Публикация под заголовком «А ты знаешь» предназначена для взрослых зрителей и носит информативный характер. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию сайт «Новашу Акангамуит». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!